Игорь Маратович, с чем связан всплеск интереса аграриев к биопрепаратам в последние годы? Ну, всплеск, прежде всего, проявляется больше на Западе. Это Европа, это США, вот эти страны. В России это несколько меньше, но тем не менее есть. На Западе это, прежде всего, связано с излишней химизацией сельского хозяйства. Пестицидная и химическая нагрузка, потому что туда и минеральное удобрение входит. У них в разы больше, чем в России. И это все привело к излишней деградации почв, а также к снижению качества получаемой продукции. И сейчас, особенно Франция лидер в этом отношении, у них такое эко-био-направление идет. На сегодняшний момент по Франции 30% СЗР, все защиты растений и питания биологические. Китай взял направление также на биологизацию. У них с 2016 года существует программа нулевого роста. В 2019 году они вышли на нулевой рост увеличения потребления химических СЗР. И увеличение в то же время у них идет по 20-30% биологии. Это, прежде всего, связано с экологией. Также такое мнение существует, что это связано еще и с тем, что появились новые у нас методы, подходы, у нас новые препараты появились. Здесь более глубоко можем понять и изучить их свойства и более целенаправленно и более предсказуемо их применить. Это вот если кратко. То есть это экология и качество. Да, но у нас, несмотря на невысокие дозы, тем не менее, тоже в последние годы и количество фирм, которые изготавливают биопрепараты, выросло и предложения появились. Но они появились, разумеется, в ответ на запросы. Правильно? Да, все верно. Такие фирмы появились. Но, к сожалению, такие фирмы, которые бы отвечали полностью всем требованиям, а именно это своя наука должна быть. Да. Обязательно свое высококачественное производство. Производство, да. И служба агроспорождение, реализация. Чтобы вот эти все три критерия совпали, чтобы можно было бы разработать качественный продукт, произвести его, доставить и применить, таких фирм, к сожалению, мало. Они есть на территории России, но их мало, к сожалению. Очень много разработок пользуются разработками еще Советского Союза. Вот с 20-ти и 30-ти и 40-летней давности. Где-то что-то, у кого-то удалось там забрать штамп, получить тем или иным способом. Вот. Очень много используют старое оборудование, на котором, к сожалению, не всегда возможно получить качественные продукты. Много достаточно шарватанов, которые утверждают, что биопрепараты можно воспроизвести на коленке чуть ли не в любом сарае. Такие препараты тоже существуют. Да. А как проверить? Проверить достаточно просто. Нужно взять образец любой партии, прийти в любой институт, где есть лаборатория микробиологии, посмотреть состав. Вот так вот. Достаточно просто. Любой микробиолог за несколько дней разложит этот препарат и скажет, что в нем на самом деле есть. И вот группка МАНИ БиОНОВАТИК как раз имеет эти все три составляющие – наука, производство и сопровождение. Да. Мы имеем все это дело. Не только мы, есть еще ряд компаний в России. Мы одни из… Так получилось, что мы самые большие среди. Да, хорошо. Можно ли сказать, что биопрепараты сегодня – это альтернатива и химическим препаратам по цене? Вот особенно в нынешнем году, когда химические средства защиты подскочили в цене по некоторым оценкам на треть, а то и в полтора раза. По цене – да. Конечно же, биопрепараты российского производства вполне конкретно способны с химическими препаратами, поскольку практически 99,9% сырья и материалов, которые используют для их производства, отечественного производства, произведены в России и могут быть использованы практически на 100% российское сырье и материалы. Это имеется в виду от сырья для выращивания микроорганизмов, так и заканчивая канистрами, в которых их разливаются, которые не разливаются. Ну, иногда бывает, что там краска в канистрах, к примеру, используется импортная. Такие только моменты. Поэтому мы не подвержены вот этим колебаниям внешним, достаточно сильным, в отличие от химических средств защиты растений. Но стоит помнить, что биологические средства защиты растений – это все же больше профилактика заболеваний, то есть работа на упреждение. А химия – это работа уже по факту, когда болезнь уже распространилась. А это означает более грамотный, должен быть более грамотный подход у сельхозпроизводителей к применению химии. То есть мыслить так, что вот у меня появилась проблема, мы обработали биологию, все исчезло, уже нельзя, нужно работать на упреждение. Это другой стиль мышления. Да, это совсем другое дело. И тут надо и погодные факторы учитывать, появятся ли вредители, влажно или не влажно, засуха или сыро, холодно или тепло и прочие вещи. Все верно, но профилактика, она все равно в итоге окупается, она более дешевая, нежели работа по болезни. Если грубо так сравнить, это как если мы делаем зарядку, вливаем с холодной водой, то маловероятно, что нам при заболевании, даже если мы заболеем, понадобятся антибиотики. Но стоимость зарядки в разы меньше, нежели стоимость антибиотиков в лечении. Да. Скажите, вот каков эффект интегрированной системы защиты и почему возникает необходимость в ней? Поясню. Впервые об интегрированной защите задумались еще в 50-е, 60-е годы прошлого века. Это были работы, причем это было в Советском Союзе впервые, начали этим заниматься. Интегрированная защита подразумевает под собой использование биологических средств защиты, питания растений и химических. При этом мы можем, к примеру, по питанию, узкую такую область возьмем, потому что достаточно время ограниченное. К примеру, по использованию минеральных удобрений. С помощью микроорганизмов мы можем повысить коэффициент использования тех же фосфорных удобрений на 20-30%. То есть при снижении количества удобрений, вносимых в почву, мы можем получить тот же эффект путем использования микроорганизмов. Микроорганизмы просто помогают более полно усваивать эти макроэлементы, это макроэлементы растения. Причем микроорганизмы это могут быть как бактерии, так и грибы. Если мы имеем в виду микробиопрепараты. Но все равно полностью, зачастую бывает так, что полностью сдержать распространение того или иного заболевания, если мы уже переходим к заболеваниям, невозможно чисто с помощью биологии. Ну, могут такие ситуации возникнуть. Тогда можно и нужно применять уже химию, но только уже по факту и только в случае, если такая ситуация возникла. Такая ситуация может возникнуть при неграмотном использовании биопрепаратов. Несвоевременном внесении, неполном внесении. Вот таким образом. Ну и есть, наверное, такие ситуации, когда биология, только биология не справляется. Или профилактикой можно защититься от любого недуга в растеневодстве? По биологии, знаете, тут такая ситуация. К примеру, нет на сегодняшний момент экономически оправданных, это лесообразно, с экономической точки зрения биогербицидов. То есть гербициды – это чистая химия. Тут можно использовать уже агроприемы, севооборот, новые технологии использования. Те же самые седираты при грамотном использовании позволяют полностью отказаться от гербицидов у нулевой технологии. Ну да, да. Тут такой уже комплексный подход. Тут уже не только биология, тут должны быть в комплексе выступать и агротехнические приемы. Можете назвать хозяйства, с которыми вы работаете, и может быть, экономическую эффективность применения биопрепаратов в растеневодстве этих хозяйств? Есть хозяйства, где применяют наши биологические средства защиты растений. Допустим, по Костандартскому краю это огромное полностью органическое хозяйство. Есть такие крупные агрохолдинги, с которыми мы работаем. Нам запрещено их называть. А, нет, кого можно? Они на букву М называются. Называть я его не могу. Хорошо, ладно. Экономически, ну, цифры тоже у нас запрещены называть с ними. Ну, вот, скажем, вот этот агрохолдинг, они используют две фунгицидные обработки, задумываются о третьей. Применение биологических фунгицидов позволило им в ряде случаев отказаться от второй обработки и не думать о третьей. То есть, рост затрат, как минимум, остановился. А в деньгах, ну, фунгицидная обработка, там, тоже уже представляют, все сельхозпределители знают, сколько это стоит сейчас. Можно ли говорить, сейчас все больше собственников земли появилось, то есть, тех людей, которые обрабатывают землю, и она у них в собственности. Все больше реальных хозяев обрабатывают землю. Можно ли говорить о том, что они сейчас прибегают к биологии с тем, чтобы сохранить эту почву, поскольку это уже не арендованная земля, а это их собственность, которую они хотят сберечь для своих детей, для внуков, для потомков. Да, безусловно, вы очень правильно отметили. Действительно, с собственниками земли, которые ее же и воздевывают, гораздо легче и приятнее работать, потому что они действительно стараются сохранить свою землю и передать ее потомкам, и они понимают, что на ней жить еще и к детям и внукам. У нас был такой смешной пример, в Краснодарском районе один фермер использовал наши биологические СССР на картофеле. И рядом хутор, там местные выращивали картошку. И вот они картофель свой, который выращивали на хуторе, продавали и покупали у него, потому что знали, что он работает с биологией. Хорошо, хорошо, хорошо. Да, то есть биология реально способствует сохранению плодородия земли. Можно о такой эффективности говорить? Да, более того, биология не то, что позволяет сохранить плодородия, она позволяет его увеличить. Это накопление луминовых, накопление органики, улучшение структуры почвы, сохранение плаги и так далее. То есть свойства почвы улучшаются. Да. Потому что мы же этих микроорганизмов не привезли с Марса или еще откуда-то. Они же из нашей земли взяты, изучены их свойства. И самые лучшие, те, кто более всего позволяет растениям лучше всего расти, сосуществуют с растениями, мы их нарабатываем и вносим назад. Тут ничего не придумано. И что хорошо, вот эти микроорганизмы, это по сути действующие вещества, как маленькие химические фабрики, которые выполняют важную задачу, они у нас точно такие же, как у компаний Сингента или компаний Баск или еще каких-то крупных химических производителей. То есть в этом отношении мы находимся абсолютно на одинаковом уровне. Это радует, это здорово. Это, по сути, импортозамещение. Это вот как если бы мы свои ДВ делали. Не завозили бы из Китая ДВ и не мешали. Мы делаем свою продукцию. Да, это обнадеживает. Игорь Маратович, вот продукты компании можно посмотреть на вашем сайте. Любой желающий это может сделать. Что вы можете отметить из того, что появилось в самое последнее время у вас, интересного в этой линейке? Так, из последнего у нас от системы Клеофил, где используется имидзоленоновая группа, появился биодеструктор. Имидзоленоновый, который убирает после действия, после применения. Продукт называется Рестар на основе родококов. Это ризосферный микронизм, то есть живут на поверхности корней. Такой интересный очень продукт. Далее, сейчас из регистрации выходит еще один продукт на основе эндофитных бактерий. Эндофитные бактерии. Бациус системика М. Это для борьбы с внутренними сголовневыми инфекциями. Готовится у нас сейчас к выходу из регистрации уже иноккулянт для сои на основе гризорий. Это из Нового. Подготовлю. Сейчас проводится уже исследование. И у нас осталось провести там несколько токсикологических исследований. Это почвенный инсектицид на основе энтомопатогенных грибов метаризиума. Это из Нового. Интересно. Хорошо. То есть наука у вас работает в тесной связи с производством, с запросами. И для Юга России как раз вот эти вот вещи и по подсолнечнику, и по сои очень актуальны. Игорь Маратович, спасибо. Если что-то хотите добавить, то, мне кажется, очень интересные и полезные вещи мы с вами обсудили. Нет, наверное, добавить нечего. Только большое спасибо вам за то, что нашли время. Спасибо. Спасибо. Спасибо, удачи, успеха вашей компании. Спасибо. 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 Продолжение следует...